доброго времени суток с вами texer dual universe а пришло время пошарушать тут с заводом дальше и его наладить и для этого стоит смотаться на рынок купить еще один а и большой ассемблер так стартовал топлива топлива есть вроде тут немножко по-другому этой моей мелкой леталки если сижу спереди поэтому правляется наук мышки башкой не покручу собой всего это кнопку конечно можно покрутить так здорово чем этот 9 километров а . покупки надеюсь но нет ладно пока смотрим вверх там плавал ладно попробую на глаз долететь народ всякого понастроил пока меня не было естественно на другой стороне каньона понаставили всякой ереси за кубик рубика такой а кто-то разрушенный корабль нашел есть такой теперь да контент добавляется взлетная полоса торчащая в никуда они летала стоит забавно вот на этой штуке можно маневрировать вообще как хочешь летающую табуретку вообще маневрения что найдешь так это хаб похоже хаб летим к нему маркер не поставил так я надеюсь я прилетел к нему ческать не помню в каком хабе я покупал возможно даже в этом 11 тысяч денег осталось вообще разруха так дальше правильно в этом но в ближайшем живем не дальнем это хренатень так тут и стоит не забирают хочу за истребитель нормально езда на лыжах по буракам у него респалка снаружи на крыле забавно но в целом смотрите вот это все товарищ сделал из вокселей вот эта вся зализанность правда что такая же видите бугристовик на моем на моем корабле но это все вот он обмазал вокселем чтобы было обтекаемое круто ну или а это он крылья обмазал смотри то есть тут крыло оно вот такое узкое это скиль тоже деталь а вот это вот это намазано вокселями еще раз света такая странненькая зеленью какая такая сузорчатая черная вообще красота это странное шасси мягко говоря оно скорее всего не выдвинутое ну ладно а это вот по-топорнее зато две респилки для двух человек что ли чтобы если кирдык то можно было трескаться крыльев нету чисто силы двигателя тащится зато два контейнера за дышков четыре штуки но тот летающий кирпич слишком даже для меня это на антиграве висит вот каждый раз в хаб прилетаешь что-нибудь интересное видишь дайте пожалуйста мне мой контейнер мой чертеж чертеж вот что я взял я взял большую эту сборочную раму но простую чтоб собирать всякую фигню я вы купил еще и сам агрегат хотя бы один сейчас придется на на продвинутом наверное делать продвинутым сможет мне кажется сможет здесь не сможет будет печально так а вот дом свой я не найду я конечно знаю что он где-то вот тут вот лучше поставлю вот он и все и не надо морочиться надо попробовать на этом тронтасе выйти на орбиту он же может невзирая на атмосферный движок эта штука вообще дохрена чего может то есть понятно что у меня атмосфера движок выключится но у меня ощущение что он до этого успеет набрать орбитальную скорость ну ладно что на базу вообще меня к силу зовет как будет время пойти по охотке стероиды с ним но просто делать на что похоже выглядит что видео было выбрать время неожиданно нашел время покопаться заводом ну и вообще надо конечно же продолжать строить средний корабль то что у меня зависло все строить корабль строить орбитальные станции 30 люкс потому что если люкс не люкс там это доск сил сами построим так пикируем ай так ксевская база а я где-нибудь тут упаду говорят о новой системе парковки вот это вот вот с одним странными кругами это его польшу лет оттолкнуло да что так и будешь светиться не затихло ну ладно так хорошо чертеж это я принес станка у меня assembly line вроде большого нету а я искал только чертеж я сам станок не искал ну прекрасно кто-то думает я против будет я хотел его купить он у меня есть но чертеж сразу нужно новую собирать пошел всего один так здесь да а сумрачный такой цех он освещается только вот пластиком светящимся это не панель это пластик так поперли чё а надо в пол посмотреть до той стенки не добивает включения так ставим иди сюда и так тут странная система вот этого настройки вращения не как других играх я немножко с ней путаюсь так выходи из режим строительство здраво конечно хреновина так а это была элька что я надеюсь это была мк сейчас посмотрим сейчас посмотрим дай строить я могу эльки черт возьми ну ладно что что поделаешь умею теперь эльки строить так а да это хрень пойду я мку поищу блин мне казалось что это элька вот размером ошибся тут немножко оно сделано ну не скажешь неправильно на мой взгляд неудачно на большом станке нельзя строить то что размером меньше не нету эмок нету 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 ай-яй-яй ну что что то надо думать тогда с этим рефайнелки принтеры это все есть а эмок нету буду выкручиваться на одной а там посмотрим хорошо тогда давайте строить так а как посмотреть что у меня вот тут ну-ка а вот так грей грей паттерн стил это вот это что у меня тут а это чего вайт паттерн паттерн карбон фильтр понял грей паттерн стил странно а черная конечно на вид ну ладно где у нас грей паттерн стил вот она 30 кубов а давайте я просто заканчившись сюда да и все вот и все поехали я сейчас хочу продолжить вот эту вот полосу полосу пол с тем чтобы сюда уже угнездить двигло не одно много двигал и сюда же угнездить что такое грей паттерн стил вот она и сюда же угнездить сканер куб у меня видите ограничен вот докуда я могу тут размахиваться напомню этот корабль у меня ну как бы леопард как бы из этой из батл теха по мотивам скажем так недостаточно материала погоди а линк включил о но он не сильно леопарда похож будет а кончилось кончилось черт побери к вам метр остался ах ты ж собака ладно а можно сделать немножко по другому можно ну это выключаем уже в любом случае можно сделать из другого материала а потом перекрасить но это по мне очень хороший вариант пойдем пойдем луч в крафтильню так 30 кубов меня нифига не впечатлили делает нам по моему по 180 мне кажется что 80 будет для начала неплохо сейчас посмотрю может там есть нет это по моему люксовая а этот по моему двери ну я сделал два движка зачем ну сделал так ладно я куда-нибудь на этого псевдо леопарда их размещу так это и личный стандарт может произвести хорошо так кто-то из этих 547 в банке данных правда здорово так аджет силикон пожилой силикон у нас немножко не то так материалы стил grey pattern steel если я правильно помню вот оно пум одна штука это 180 кубов пум поехали ну чё 3 минуты довольно быстро а чё за труха из него сыплется пипец так а вот это чё а я думал ты вот к этой 0 нет не к этой относится ты что делаешь собака так сильфрув скраб ты кто а рециклер все я понял эта штука реально делает скраб так а тут чё у меня а тут пластики понял всё та же проблема значки программборды маневровые xs вертикальные s стеклянные панели это вообще прекрасно барьеры это эти как их перильца тут чего маневровки s очки большие панели глаз панель l глаз панель l о restriction node мне что нужно будет нужно понял попёрли а вот сейчас может быть проблема потому что resurrection node к нему могут быть не подключены нужные хреновины resurrection node будем верить компонентов не хватает ну бывает конечно и телефон так и это у нас с очка сборочная линия с очка тоже надо крафтить такое что нам тут не хватает да опять не подключено вот и всё компоненты два вида пара пара систем оком о да здравствуй жоп новый год это и заменился рецепт трансформаторов не было когда это делал хорошо что тут еще можно хорошего сделать что что-то еще хорошего судя по вспышкам там надо мной сейчас там закончилась плавка глаз панель просто стекло стекла кусок так ладно но тут немного эличные тормозяки вертикальные бустеры понятно у нас чем промышляешь большие танки контейнеры трансфер юниты однако движки понятно и личные чего тут делать если вы тут тоже что делаете я мощные от ктм к и есть а это все грейн грей паттерн с паттерн стил иди сюда вот тут может что-то интересное электромотор базовый супер большой контейнер расширенный супер большой контейнер так сайны чё тут лежат чё тут лежите то лежите там так территорию нет рейнер крылышки стабилизаторы дверь а где у меня окна черт возьми где-то были окна ладно сначала корпус потом поехали надеюсь не отличается ничем от того что я раньше сварил белого то и не надо вот это так ну примерно нормально плюс минус тут быть немножко выхлоп движков или нет давайте я сделаю до конца собирался вот от палка она покажет докуда я хотел сделать собственно корпус то есть вот так вот такая будет типа палуба типа будет его палуба нормально кубы улетают да опа вот теперь давайте дружить с территориальным юнитом не с этим вот с этим территория сканер а не такой ты большой я-то думал тут пипец лютый что ты себя представляешь а вот такая грабля я граблю пока поставлю там будет видно потому что надо разобраться с движками а движки а в какой контейнер я положил движки вот окна просто говорил windows рефорилка что тут on common лежит ну я тогда я всегда как полезу все время отвлекаюсь так панели панели черт с ним это чертеж моего этого велика маленькой моей этой хреновины но я не вижу движков но я их точно крафтил и кстати надо да надо поставить не у меня пор будет шире расставлен они будут немножко под крылья вынесено так то есть будут такие немножко уши один и где будет вынесена опора что еще хотел я хотел попробовать сканер за юз то что корабль не достроен это кофигу эта штука за 15 минут сканет округу вот он сканер активировать не двигать машину пока происходит операция потому что не буду двигать надо будет поставить что вот эта гребенка была по центру по моему внизу у меня движки все лежат в подвальном в этом ящике перелет вот в этом ну да вот они так эмочки я поставлю наверное куда-нибудь и здоровущие тоже поставлю чем я еще тут у меня тут контейнеры и личные они в принципе тоже туда нужны потому что контейнеры там реально здоровые будут двери тут уже ну имеющихся дверей там немного но вот как то так материалы да в трое материалы вывод этих спринтеров производящих материала там к сеу зашел так у меня тысячи чё да нормально все ищу исследовать так ну давайте присматривать движки оставить кстати вот эти надо еще тут двинуть дальше потом он будет мерить в них мощности хватает не хватает блин баков надо много вот эти штуки жрут космическое топливо а у баков тоже не очень много линков плюс я сюда хотел поставить еще ховеры потому что вот такая громадина ну она типа люксовой наверное будет ну у меня покороче она будет ну лучше если бы она умела летать еще на ховерах не только на этих на движках так ну что ж поехали елки оу да они вот такие крестовидные да я могу их иксом в высоту поставить конечно лучше конечно было быть плоскими серьезно кстати уже близко к краю конструкции я могу конечно конструкцию еще продлить еще больше ее сделать потому что вот этот движок он прям вот где-то тут и должен я наверно так и сделаю благо это достаточно просто делается вот 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 так и продлевай блин насколько хочешь я хочу вот настолько так выходит за пределы это не страшно не туда а вот сюда так так а вверх и вниз у тебя дорогой плоские да ну-ка красивее ли ты будешь смотреться если тебя поверну а а а у нее снизу платформа некая вот так хорошо теперь размещение по оси как у нас будет ну вроде так один вообще опять же было бы удобно сделать там стенку и к стенке их все ставить чем вот так вот летать и восстанавливать 4 движка вспоминая предыдущий свой самолет он тут вот у него казалось что нужно 6 движков но как бы базовые вот движки я поставлю тут а под крыльями я потом если что сделаю запасные так 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 вот они мучились еще надо урчет этот вот этот если что это он стенку определенно надо будет делать потому что между ним там дырка они же иксом сделаны таким ну ну это как бы установки базовой тяги а мне еще делать космические движки сюда ставить космические я по-моему еще не крафтил но космические им проще как бы оно тащит и тащит ну вот смотрите во всю ширину корпуса 4 движка вот так по-моему в линию будет естественно поднимать надо а уже не двигается хорошо он вперед выдвинуть о красота не ну 4 они лорджовые корабли эмочные хотя там а там эмочные на эмочном корабле не не буду больше ничего ставить я думаю хватит столько дури куда еще то куда уж больше мигает потому что баги подключены все это будет потом я сканер пока трогать не буду там как раз 15 минут пройдет он сработает так и отлично в линию отферетил все дырки их надо заделывать это фигня так и насколько мы по центру так там почти ну тут почти в край да тут ну если ошибся то максимум на один кубик на один кубик терпимо на один кубик можно ошибиться так так можно вот так сделать так так да шо ж ты творишь эта собака-то помнятная так я просто пытаюсь стенку сделать она тянется не туда куда мне надо так Вот так. Ну, это просто, чтобы перекрыть, а декоративность я потом на них наведу. Это, чтобы просто дыр не было между ними. Так, ну что, в корме-то, соответственно, будут у нас стоять и баки. Атмосферночка не так много, я думаю, их дождать. Один бак, наверное, будет общий. Где у нас эмочный бак? Так, один. Космический тоже один. Но космический большой, а это маленький. Возникают вопросы, что у меня нету баков и личных атмосферных. Бардак. Ау, Ксилу бегает. Сканет. Так, баки. Баки, 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 баки. Аджастеры, бустеры, не то. Оп, стоямба. Не то, не то. Может быть и не то. Хотя нет, это эмка откуда. Что, я эмочные движки не хочу поставить. Зачем мне движки большего размера? Да, правда, один всего тут. Ну, просто корабль-то, эм. Какой-то, ладно, Л, буду корабль ставить, движок. Движки. Космические эмки. Космические эмки. А я, кстати, не вижу тут рецепта на эль-танк. Атмосферный. Атмосферный эльки. Вот космические фрейтеры. Не знаю, подключено, нет. Ну что, и четыре движка космических поставить. А давай. А, Бламинго. Надо думать. Так, два вида винтов. Бернеры, Ионик Чембер, Эл и Рама. Ну ладно. Сейчас разберемся. Как всегда. Как всегда, сейчас разберемся. Так. И отключу от него все нафиг. По-моему, все улетает. Идет Ксила. По-моему, вот этот. От всей души надеюсь, что я не производство этих отключил, как варп селл. Варп селл. Ну, они вроде, оно основное в углу тут стоит. Отключись. Сейчас посмотрим. Да, все, все отключил. Так. Винты. Бернер. Большой Чамбер. И фрейм красный. Ну, с фреймом проще всего. С винтами, кстати, тоже. На. Так. Поехали. По идее, 4 линк. Очень похоже на те, 4 линк, которые я оторвал от него, но не те. Надо этих заразов делать специализированными. Винты. Бернеры тоже мягким ящиком идут. А вот и у них Чамберов, что-то я этих... Там же и у них. Ладно, селл фреймом, посмотри, какой. Че-то я этих Чамбров-то не видел. Как бы на нее ни отдельный металверк пришлось ставить. Пошел. А вот какой-то там фрейм. А сейчас посмотрим. Так. Угу. Тут серый, тут красный. Значит, тут. Поехали. Далековато летать, да. Вообще, удобно ставить ставить станок рядом, протягивать к нему линки, а потом уносить весь станок. Так. А потом он реинфорсит фрейм L. Да. Он даже не пишет, что им не хватает. Вот в чем дело. В доме списал. Ион. Ионная, да? Ионная. Так что я он коммен. Ой, блин. Так. Сразу тут чертежа. Такого нет? Нет. Почему бегаю через дырку? Потому что привык. По лифту в режиме стрелец нельзя перемещаться. Базовый. Это тут фреймы. Тут электроника. Надо в одну кучу собрать. Так. Компоненты. Тоже надо базовый, небазовый в одну кучу собрать. Хочется, нужны оба вида. Да. Это кусочки. Стало быть, чего вам металлворк нужен? Очередной. Очередной. А его у меня есть, а его у меня нету. Потому что что? Потому что Эмочки нету. Свободный. Ну, логично. Если средний делается в металлворке, то это должен там же делаться. Так. Эмка. Я в тебя металлворк. Квал? Хрена лысого туда клал. Вот он. Работает. Ну, давай. Произведи мне, пожалуйста. Анкоман надо. Нет, все равно будешь производить. Так. Труба. Энергосистема. Базовая реинфорстная фрейма. И панель. А вот теперь мучается, что я подсоединил. Видите, 5 из 7 подключено. Я вот про это. А. Да, трубы в его состав не входили. 5, потому что одна на выход. Я могу еще 2 подключить. вот так вот. С другой стороны, офигай, я ее в анкоман положил. Стой. Чудище. Иди сюда. Тут тебе не анкоманом пахнет. А, нет, эмка нужна. Да блин, ну что ты будешь делать? Нужна эмка, причем эмка не продвинутая. Блин, а? Наверху у меня эмки нету, отлично. есть один металловорк, отлично. А мне не базовый, не базовый, а мне комановый нужен. Пошли смотреть, короче. Если в этом контейнере нету, то все немножко застопорится, надо будет ждать покупки. Нет, рециклер, куни-комбы, рефайнелки. Нету тебе. Так, ну останков-то вообще нету. Мда. Че хошь, то и делай. Включайся. Это ксео тут. Значит, всего не хватает, раз она срабатывает, значит, не хватает. Значит, написал, всего хватает. Малахит, делаем стол на... А, 12 килолитров. 19 тысяч. Ну ничего, но маловато, на самом деле, маловато. Че-то мне кажется, что это не все руды. Тут только 8. Ладно. Завод, если что, сам разберется. По-моему, люксовые, да? Ох, елки. Так, ну что, денег нету. Населена роботами. Забавный момент. Я сначала думал, что я перепутал материалы. Тут черный, тут серый. Это тень. Короче, что-то на нас отбрасывает тень. И она ползет. А, вот тень. Это корабля люксовую тень. Все понятно. Собственно, вернулся сюда же. Посмотрите, что я только сделала. Вот. Вот что лежит в нашем секторе вот в этом вот. Сейчас. Ограниченном вот этой стеной ячеи. Это виртуальное представление нашей ячейки. Вот в углу сидим. А эта штука сканирует нашу ячейку и говорит, что вот в нашей ячейке так сказать, до дна мира вот столько всякого лежит. Но хром не так много. Вот этого всего поболее. И тут уже можно бегать со сканером и все вот это вот копать. Вот такая вот штука. И это можно сохранить. Это будет такой, как чертежик. Ну, такой. Синенькая такая вот штучка. Как чертеж у меня в инвентаре примерно. А давайте сохраним. Вот она. Нет. Эть. Ты куда положил собак комнатная? Куда она ее засунула? Мне казалось, ну, напак должен кинуть. А это воксель-тул. Сюда не кинул. Вот он. Результат сканирования. Вот он. И вот списочек. Система, идентификатор территории. И что вот на ней лежит? Вот такая штучка. И по ней уже можно допустим, ищешь тут малахит. Отсканил 15 минут. Нет малахита в этом секторе. Переплазаешь в следующий шестиугольничек. О, там есть. И уже тогда бегаешь с ручным сканером. Ну что ж, а на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова